Мое утро. Пью чай с лимоном. Налила себе кипяток. И шоколадка, щедрая душа. Вот такая вот. Сверху они какую-то начинку кофейную вроде сделали. Ой, упал последний кусочек. Надо ехать за шоколадками. Уже накрасилась. Вот так сегодня выглядят мои глаза. Очень даже красиво. Стоим на заправке. Очередь небольшая. Нету. Трешли в детскую одежду. Стоимость одежды. Такая кофточка 279. Совсем маленькая. Смотрите, какие милые. Носочки. Такие вот. Там асипуски. Это свекарька. Какие-то. Что-то там. Вот для мальчика костюм. Такой. Как выпускник уже. С бабочкой. Ой, нарядное платье. Нам вот такой нужен в будущем. Большой. Вот этот. Мне все надо. Такой обычный. Обычная кофточка. Бодик. 225 рублей. И штанишки тоже 300. Вот какое платье можно. 62 размер. Так. Мы вообще-то за матрасом пришли. О, тут кроватки есть. Такой медведь огромный. Больше ребенка в три раза. А вот мне бортики нравятся такие четкие. Вот еще есть такая, типа, люлька, что ли. Отдельно. Можно на пол ставить. Там как лодка внутри. Зашли в пышки. Взяли пирожное, чай. Сейчас поедим. И дальше в бой. Четыре пышки. Ты все это съешь? Да. Я как тут съем. Я как тут съем. Приятного аппетита. Такой чай. Ой, горячий кипяток. В стакане ненадежном. Пироженки вкусные. Наконец-то мы добрались до Антошки. Смотрим одеяло. Постельное. Две тысячи такое большое. Зимнее. Нам надо чего-нибудь попроще. Такое. Байковое. С сердечками. Шестьсот шестьдесят рублей. Чуть-чуть добавь. Будет. Ну, это одеяло. А. Канделка мне больше пользуется. Вот. Или конверт дать, или одеяло. Одеяло. Я на распутье. А вот это что такое? Пеленка? Это совсем легкое что-то. А, или подушка. Это что-то напоминающее конверт. Там есть такое углубление. Зачем вот эти штуки? Скакать на них? Да. Массаж делать. Упражнения делать. Салат мы уже купили в другом магазине. Въехали довольные из магазина и усталые. Сегодня на ужин. Вернее, это обед уже. Обед, но ужин. Время полвосьмого. Пол девятого. Набрали товаров на десять тысяч. Один чек за продукты у нас получился на три тысячи шестьсот. Вот такой лента. Как туалетная бумага длиной. И так еще взяли в мебельном кроватку матрас, одеяло и детские вещи. А продукты на три семьсот. Ой, что это такое? А, это пять четыреста. Это чек из магазина Антошка вроде бы. Да, там мы купили кроватку, матрас и одеяло. Конверт на выписку. Комбез на выход с зайцем. Тоже, мне кажется, большой будет. Написано один-три месяца. Ну, будет с одного месяца. Вот такой. Стоит триста рублей. И еще одна кофточка с зайчиками, с собачками. Просто понравилась. Такая большая тоже. И еще одни смешные носки для прикола. Носков не бывает. Мало, как известно. Тоже, вряд ли они и подойдут сразу. Но потом натянем. 7-8 чего-то тут месяцев, скорее всего. И себе взяла простых обычных носков. То, что надо. Розовый, серый и где-то там фиолетовый еще. О, вот таких три штуки. Проходим к следующим вещам. Это детские вещи. Ну, тут меня просто понесло, как говорится. И розовый, как выяснилось, мой любимый цвет. Вот такая кофточка для начала. 219 рублей. С рукавчиками. Материал напоминает что-то такой мягкий. В общем, приятный на ощупь. Так, носочки розовые. Вот как с размерами, я вообще не знаю. Тут 7-8 написано. Угадала или нет. Конечно, они большие, я думаю, для новорожденного. Но будут на вырост. Так, следующие. Это ползунки. 56 размера. Тоже, кажется, большие. Но меньше не было. Тоже на вырост. Еще одна розовая кофточка. Это совсем простая, такая для домашнего вхождения. Стоит 100 рублей. Это самое дешевое. Все остальное 200-300 рублей. И вот эти носки мне просто прикололи. По-моему, меньше уже нету. Какие-то кукольные. Смешные. Что тут написано? Носки детские, а размер не знаю какой. Так, носки детские. Размер РР6. Хлопок. В общем, не указан. Но я думаю, это вообще на куклу будет. Интересно, подойдет они Алисе или нет. Померю, покажу. Следующая покупка. Это конверт на выписку. Вот так он выглядит. Обычная пеленка. Сверху кружевной уголок пришит. С треугольником. Довольно мило. И вот они пакеты из магазина ОК. Так, что мы набрали? Вот это халат. Сначала вещи. Ну, халат так себе, конечно. Такой. Напоминает платье дейше. Мне надо в больницу. И вариантов других уже не было. Мы уже все магазины обошли. Только такой нашли. Тапки за 100 рублей. Пластиковые. Для поликлиники тоже. Где-то тут, там вторые еще мужские есть. И остались из вещей все. Теперь остались продукты. Так, это у нас перцы болгарские. Это я буду тушить. Перец с рисом. Такие микроволновки. Хорошо получаются. Следующий. Вот это китайская. Ой, вернее, капуста цветная. Ну, я очень люблю ее. В жареном виде, в духовке запеченную. Так, яблоки на сок опять. Глостер, по-моему. Нет, тут просто сорт написан. Какой-то. И все. Майонез слобода. Огромный какой-то. Так, это хлопцы. Леша себе взял их. Их вообще не люблю. Так, и следующий пакет. Это шампиньоны 400 грамм. Не знаю, что с ними сделать. Пожарить. Скорее всего, можно. С картошкой. Или с капустой. Или запечь в духовке. Посмотрим. Собаки мясо и рис. Это у нас есть кашу рисовую мясную. Так, следующий пакет разбираем. Помидоры 105 рублей. Уже подешевели. К лету. Называется томата на ветке. Да, ветки есть. Картошка. Вот. 70 рублей. Следующий пакет. Это я делаю кукурузу. В салаты добавляю. Одна помидорка. Так, шоколад. Химия пошла. Вот такой я люблю. Кофе с молоком. Вискос. И феликс. Так, кошка. Лопают как слоны каждый день. Две кошки у нас. Это огурцы. 100 рублей. Вот это я два яблока красиво любила себе. Я их просто не в сок. И в коктейль, а так режу. Напоминают мне наливные яблочки из сказки. Которые отравили принцессу. Такие красивые, красивые. Чисто из-за внешнего вида. Взяла. Так, шоколадка Бабаевский. Московская фабрика. Батончик. Лимона. Две штуки для чая. Так, это мыло закончилось. Взяли такую оливковую. И еще какой-то там дивный сад. Так, томатная паста идет во все блюда. То, что надо. И хлеб собаки. Вот, в общем-то, и все. Вот тут продуктов, не считая вещей, на 1000 рублей. В принципе. Остальное это вещи. Халат стоит 1000. И детские вещи 1000. И всего 3700. Так сходили в окей сегодня. Продуктивно. Я довольна. Еще одна покупка на сегодня. Это покупка из магазина Леонардо. Это известный гипермаркет. Во многих городах есть. Обе гипермаркет. Вот их пакетик фирменный. Значит, что можно купить на 1100 рублей в Леонардо. Это масляные краски. 24 цвета. По-моему, отлично. Еще бы качество хорошее было. Я ни разу не рисовала ими. Но посмотрим. Вот. Стоят они 600 с чем-то рублей. И вот такое богатство на 600 рублей. Смотрите. Вообще все оттенки есть. Желтая. Масляная. Тьфу. Лимонная. Коричневая. Охра. Красный. Ультрамарин. Синий ФЦ. О, как я люблю. Голубой. В общем, все цвета. Емкость небольшая. Но для начала начинающему художнику, я думаю, подойдут. Телесный даже какой-то. Первый раз такой вижу. Так. Дальше пошел растворитель за 200 рублей. Номер один. Это чтобы кисточки мыть. Состав его. Уайт спирит. И скипидар. Так. Что-то резкости не фокусируются. В общем, вот такой разбавитель. 200 миллилитров. И лак домарный. Он нужен для того, чтобы между слоями была связь. Как бы скрепляет их. И краскам придают такую яркость. То есть после каждой слоя нужно смазывать вашу картину вот этим лаком. И будет четкий такой ровный красивый цвет у вас. То есть когда на одном разбавителе он жухлый. А когда после лака он начинает прямо блестеть. Холст. И маленький такой за 55 рублей. Грунтованный холст. Мне для декоративной одной работы нужен. В общем-то и все на 1000 рублей. Краски. Два разбавителя. Фу. Разбавитель. Лак и холст. Фу. 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 Фу.